Здравствуйте, дамы и господа! В нашем выпуске новостей. Судебный процесс аграрного гиганта против мелкого фермера. Каков результат? Перси Шмайзер, владелец фермы в Канаде размером в 650 гектаров. Ее приобрели и культивировали его предки, эмигранты из Австрии и Баварии. В 1996 году Монсанто внедрило в сельское хозяйство пестицидоустойчивый вид рапса, из которого делают масло. Ветром пыльцу пестицидоустойчивого рапса занесло на поля Шмайзера, и его сорта смешались с рапсом Монсанто. В 1998 году Монсанто подала на него в суд за выращивание патентованного зерна и потребовала уплатить 100 тысяч долларов и отдать весь свой урожай года. Судьи пришли к выводу, что тем самым фермер нарушил патент Монсанто. Он должен был для новой посадки покупать у производителя новые семена. Судебная тяжба Шмайзера с Монсанто длилась несколько лет. За это время агенты корпорации без ведома владельцев проверили поля еще 9 тысяч ферм и также выслали им повестки в суд. Но что же скрывается от мировой общественности под видом соблюдения прав аграрно-химических концернов? Мелкие фермеры не могут себя защитить от пыльцы монсантовских генномодифицированных и как раз поэтому целенонаправленно запатентованных семенных полей. Поля мелких фермеров просто-напросто заражены продукцией Монсанто. Образцы семян подтверждают, что этот мелкий фермер работал якобы злоупотребляя патентом. Если Монсанто и другие аграрные преступники завладеют всем семенным запасом мирового сообщества, тогда они смогут вызвать по своему желанию любой голод. Они могут поднять цены и таким образом свести нас в ад. Кто этого хочет, может остаться сейчас бездейственным. Кто этого не хочет, пусть активно участвует в передаче этой информации дальше. Продолжение следует...